Михаил, я думаю, вы следите за армяно-азербайджанским конфликтом. Что происходит после второй Карабахской войны, если в общих чертах? Человеческая психика так устроена, что после любого экстремального события хочется, чтобы побыстрее наступила ясность, чтобы это прекратило, чтобы была определенная предсказуемость хотя бы на ближайшую перспективу. Что это дает? Это дает прежде всего зафиксированные на бумаге какие-либо договоренности. Поэтому естественное желание побыстрее все это зафиксировать, поставить точку и выдохнуть спокойно. Увы, так не бывает. Прежде чем что-то записать, надо очень и очень хорошо про это подумать. Пример это, например, договоренности 2020 года, под которыми со стороны азербайджанского президента, российского президента и армянского премьера. Пресловутый девятый пункт, что обеспечивается безопасность коммуникации. И вот вроде бы все правильно, но каждый под этой безопасностью коммуникации понимает свое. Ну, например, Москва подразумевает, что это будет под контролем российских спецслужб, да, всякие там таможенные досмотры и так далее. Хорошо, а по какой логике тогда? А вы понимаете, ситуацию мы сейчас просто вот, так сказать, записали, не особо подумали расшифровать. И вот теперь Армения, я понимаю, это не в интересах Армении, да, настаивает на том, чтобы Армения поступила с частью своего суверенитета. Да, какие бы это благие намерения, так сказать, на словах не присутствовали, да, но если это будет под контролем любой третьей страны, это не что иное, как умоление суверенитета. И вот чтобы такого не возникало, да, каждую формулировку нужно настолько тщательно обсасывать, настолько оставлять мимо, настолько не оставлять никаких заборов, чтобы вот не возникали подобные ситуации, которые вроде бы договоренности есть, а на самом деле их как бы нет. И вот эта вот вся коммуникация, ведь прежде всего, да, нужно обеспечить нормальные условия, чтобы по крайней мере основные лидеры двух стран могли хотя бы встретиться, да. Этот не хочет встречаться на этих территориях, этот не хочет на этих территориях. И даже вот из-за такой, вроде бы, казалось бы, пустяков, хотя на самом деле не пустяков, да, вот урегулирование, да, вот эта вот самая пресловутая точка в конфликте, она отодвигается все далее и далее, что вызывает неудовольствие. Это неудовольствие, естественно, перекладывается на противные стороны, вот, а ситуация именно в том, что в свое время поспешили. Михаил, а вам понятно, почему Азербайджан отказывается возобновлять переговоры на существующих площадках? Он не отказывается, он хочет использовать благоприятную ситуацию для себя по максимуму, да. Это нормальная практика, когда выдвигаются неприемлемые условия, да, вот они сначала выдвигаются совершенно такие, что следующая сторона, она просто, ну, находится в состоянии шока. Мы не можем вообще на такое пойти. Потом эти неприемлемые изначально условия слегка смягчаются, создается видимость уступки с тем, чтобы максимально выторговать в свою сторону условия приемлемые. В данном случае Азербайджан собирает абсолютно точно контролировать вот этот вот коридор, да, свой анклав. Для него это вопрос принципиальнейший. И любые, скажем так, изменения в свою пользу, даже, может быть, они на первый взгляд будут незаметны, Азербайджан будет этим добиваться. Плюс налагается общая остановка, да, традиционный игрок, да, вот на, так сказать, в регионе Москва. Сейчас, мягко говоря, озабочено другими проблемами, да, и так, как относятся в нынешней Москве политическое руководство к Пашиняну и его администрации, это тоже не секрет. И я понимаю, что, почему, сказать, Пашинян не хочет использовать московские форматы, да, ну, в крайнем случае нейтральные, а желательно бы европейские. Вот, а в свое время, то есть, естественно, Алиев этим пользуется и говорит, да, мы с удовольствием, да, вот давайте, как раньше, решали через Москву, через Москву и решать. И это, на самом деле, Пашинян не хочет встречаться, а не мы. Мы, вот, пожалуйста, давайте разговаривать, как разговаривали прежде. Но ситуация изменилась, да, разговаривать, как прежде, по целой совокупности факторов, да, начиная от, естественно, России, российско-украинского вооруженного конфликта, да, и все с этим связанного. Начиная с очевидными, которые никто не может игнорировать, достижениями, ну, не достижениями, это, наверное, слишком цинично будет сказано, ну, скажем так, с изменениями в пользу Азербайджана. И эта сторона будет выжимать из этого по максимуму, и было бы странно другое. Вот, с изменением роли Ирана, да, который вдруг, неожиданно для себя, спустя десятилетия, ведь ничего же ему не светило, Ирану, я имею в виду, чтобы выбраться самому из изоляции. И его вот этот вот такой подчеркнутый интерес, настаивая на трехсторонних форматах, да, это же не просто так, это тоже уникальный шанс для Ирана, да, во-первых, уравновешивать Турцию, но это даже во-вторых. А все-таки, во-первых, это выйти из международного непризнания и громко заявить о себе, как там, что там завершится, в конце концов, какие будут конкретные договоренности между Арменией и Азербайджаном, там на самом деле наплевать. Тут момент, хорошо, громко заявить о себе. Поэтому вот так вот полагаться, смотрите, вроде бы, сколько стран в это вовлечено, разные форматы предлагаются, а на самом деле ничего не двигается. Это потому и не двигается, что каждый тащит в свою сторону. Понятно. Ну, я так понял, что уже не скрывать, что Москва поддерживает ВАКО. Поддерживает. Да, в прямом смысле слова, да. Ну, в прямом смысле слова это все-таки, скажем так, определенные четкие, недвусмысленные заявления. Но я соглашусь с вами, да, в данный момент Москва, скажем так, отдает приоритет Азербайджану. Ну, вот хотя бы визит, так сказать, вице-премьера Аверчука, вот недавний, да, где они, так сказать, 22 января, который летал в Баку. Ну, ну, понимаете, в чем дело? Здесь и у Москвы, и у Азербайджана тоже непробиваемая, вроде бы, казалось бы, логика, да. Ну, вот мы в 20-м году, так сказать, и вы, и мы там составили трехстороннее соглашение. В рамках этого соглашения мы все и действуем. Вот. Ну, да, возможно, вы сейчас недовольны, но в 20-м году была другая ситуация, и вы под ней подписались. Это, знаете, как в свое время здесь молитвой в Москве, я имею в виду, повторяли по поводу мантру, по поводу выполнения минских соглашений. И игнорировали, что говорили, что невыгодны минские соглашения Украины. Не будут они их в таком виде выполнять. Надо либо передоговориться, либо пойти навстречу, либо возможен конфликт. Конечно, никто не предполагал, что это выльется вот все то, что в итоге случилось.